Судьба тенге, который продолжает свое падение. Сегодня в обменных пунктах Алматы и Астаны за 1 доллар просили уже 490-491 тенге. 1 октября еще цена была на 10 тенге ниже. Ниже вроде все тогда вздохнули и подумали, что вот этот вот рост осенний мы преодолели. Но вот менее чем за полгода, можно сейчас фиксировать, американская валюта подорожала на 54 тенге. Было 437, уже сейчас по 490-491 тенге продают. Но при таких темпах есть все шансы уже в этом году, уже до нового года, пробить психологический барьер в 500 тенге за доллар. Кстати, в марте 2022 года, мы уже подзабыли, такое уже происходило. Но тогда причиной стала война, которую развязала Россия в Украине, ну и санкции, которые оперативно ввели против России. После того, как шок от случившегося у всех прошел, курс в Казахстане благополучно вернулся к своим прежним значениям. Сейчас как будто ничего подобного не происходит, но мы вновь приближаемся к отметке в 500 тенге за доллар. Хотя еще месяц назад председатель Национального банка Тимур Сулейменов утверждал, что не видит причин для дальнейшего ослабления национальной валюты. Тогда коридор составлял 482-483 тенге. Каким прогнозом верите и к чему готовятся стране и казахстанцам, обсудим сейчас с экспертом. С нами на связи экономист, автор телеграм-канала Тенгеномика, Галымжан Айтказин. Галымжан, здравствуйте. Добрый вечер. Вопрос, который мы регулярно задаем последние несколько месяцев. В этом году мы пробьем психологический барьер в 500 тенге. Как вы думаете, да. Вот ваше мнение. Спасибо большое. Да, такой очень интересный вопрос. На самом деле в текущих реалиях, то, что сегодня мы даже видим последние несколько дней, этот процесс видится вполне возможным. В принципе, эту отметку, так скажем, в марте уже прошивали, когда мы доходили чуть ли не 520 тенге за обувь США. Понятно, как вы правильно отметили, тогда был авторшок с начала войны в Украине, экономические санкции против нашего ключевого торгового партнера. Сейчас ситуация несколько иная. Я, наверное, об этом более подробно говорил в нашем предыдущем совместном эфире, когда мы обсуждали проблему дефицита бюджета, помните? Тогда мы говорили, что критическое недопоступление налога в текущем году, которое началось еще в прошлом году, сейчас начало сказываться на том, что, во-первых, мы рекордными темпами изымаем трансперты из национального фонда в республиканский бюджет. Это в первой половине года, как вы видели, сильно переукрепило курс. Тогда многие удивлялись, с чего это вдруг наш тенген крепнет и крепнет. В принципе, причина была довольно простая. Продавалось на бирже очень много долларов. Это приводило к тому, что спрос на тенге, да, он не искусственно усиливался. Сейчас же ситуация, в принципе, не поменялась. На самом деле, если посмотреть на последние информационные сообщения национального банка, да, там за август, за сентябрь, то мы видим, что, в принципе, трансферты, они начали даже усиливаться, увеличиваться, и уже, в принципе, пошли выше тех лимитов, которые были поставлены в текущий год. Например, за январь-июль, да, за январь-август почти весь лимит по национальному фонду был исчерпан. То есть буквально там было заложено 3,6 триллиона тенген, да, мы их полностью изъяли из национального фонда, провели через биржу, это укрепило курс. Сейчас же, в принципе, эта ситуация продолжилась, но мы все понимаем, что даже этих изъятий сейчас недостаточно для того, чтобы покрыть дефицит. И в этих условиях одно из решений, да, которое и в предыдущие годы использовало правительство, да, Казахстана, это же, конечно, ослабление курса. Ослабление курса помогает увеличить искусственные доходы бюджета, поскольку мы понимаем, что есть валютная выручка, есть конвертации, да, а если, например, ты изымаешь трансферты при очень таком слабом курсе, соответственно, ты получаешь за 1 доллар больше тенге, который ты можешь потом направить и зачистить себе в доход. Это как раз таки является одним из объяснений, потому что на данный момент, да, на сегодняшний день, если мы будем смотреть, никаких существенных внешних шоков нет. Да, цена на нефть снизилась, но она находится, в принципе, в тех коридорах, в которых она была там в последние месяцы. То есть ничего критичного такого, как, например, там новый геополитический шок или начало какой-либо войны нет. И в этих условиях, скорее всего, есть еще фактор того, что национальный банк в своих информационных сообщениях также рассказывал, что вместе с продажами трансфертов из национального фонда в республиканский бюджет они также параллельно увеличивают покупки в ЕНПС. Это на самом деле выглядит немножко странно, поскольку покупать доллары США, да, одновременно их продавать национальную банку невыгодно, потому что при таком курсе покупать доллар, как бы, да, выглядело бы. Но этим самым национальный банк не дает сильно перекрепляться обменному курсу тенге. Но также, по мнению многих экономистов, в принципе, да, я с многими экономистами общался, стейкхолдерами, и многие приходят к мнению, что на самом деле еще есть давление рынка. То есть рынок тоже, в принципе, переоценивает все эти риски и понимает, что в условиях текущего, да, так скажем, бюджетного кризиса ослабление тенге выглядит, так скажем, неизбежным. Но вопрос, конечно, всегда, насколько он ослабнет, потому что есть определенные границы, есть определенные психологические отметки. Например, ну, я не думаю, что курс тенге там до конца года будет сильно удерживаться, например, даже если он пробьет отметку в 500, долго, потому что это тоже оказывает существенное давление и есть свои негативные экстерналии в виде там удорожания импорта, там, улучшения благосостояния населения, да, мы все же понимаем, что ослабление курса тенге в той или иной мере сказывается на рост инфляции. Поэтому здесь есть очень много за и против, да, факторов. Но в текущих реалиях, я еще раз констатирую, что это в первую очередь связано с внутренними факторами, с нашими внутренними проблемами. Можно я вопрос задам, а потом мы еще по тенге вернемся. Такой Галамжан может быть не совсем в тему, не совсем про тенге вопрос, но тем не менее не могу отказать себе в удовольствии его задать. А может им, вот вы зафиксировали, да, это внутренние проблемы, неэффективность, проблемы с экономикой, недополучаем налоги. Но это все, по сути, отражение неэффективности в целом нашего кабинета министров, ну и вообще всей бюрократической системы. Существует такая парадоксальная точка зрения, что для того, чтобы стране в целом, ну и им стать хоть чуть-чуть эффективными, им до конца нужно потратить деньги национального фонда. Вот когда все потратят, и Казахстан станет перед, ну, просто грандиозными проблемами, тогда как будто бы будет хоть какое-то движение, хоть какой-то эффективности. И пока они еще тратят эти деньги, ничего хорошего ждать не придется. Ну, извините за такой вот немножко поверхностный вопрос, но тем не менее, как вы считаете? Ну, я здесь с вами абсолютно согласен. Это всегда называется вопрос ресурсного проклятия. То есть наличие у нас ресурсного проклятия и то, что мы, как бы, на самом деле, казалось бы, хорошая, очень здравая идея складировать сверхдоходы с добывающих отраслей, на самом деле это очень прекрасная идея. Она хорошо работает во многих странах, и тому есть очень много примеров. Но, к сожалению, в текущих условиях, во-первых, нужно смотреть не только на то, что мы, да, используем средства национального фонда. Во-первых, нужно начать с самой структуры, да, бюджета, расходов бюджета. Я, например, недавно делал публикацию, где Минфин ежемесячно публикует данные, да, статистический бюллетень, где показывает экономическую классификацию расходов республиканского бюджета. Если вы на него взглянете, то практически 90% расходов, да, бюджета, который несет, это текущие расходы. То есть это то, что необходимо для того, чтобы экономика просто существовала, выплачивали зарплаты, там, люди получали, там, социальные обеспечения, там, и такие самые, такие базовые расходы. Но бюджет развития составляет всего 10%. И в этих условиях ожидать от того, что у нас появятся новые драйверы экономического роста, ну, к сожалению, не приходится. Это таковы реалии, и с этим нужно как бы смириться. Но это не означает, что мы должны так же продолжать делать. Есть очень много подходов, да, как мы можем вылезти из этой проблемы, да, из-за того, что мы постоянно, нам приходится залатывать дыры в бюджете, да, конечно, для этого есть, нужны очень структурные реформы. И я здесь с вами полностью согласен, что, наверное, одним из сценариев, да, будет то, что мы полностью потратим на ЦФОНД и потом возьмемся, да, за Луну. Но, с другой стороны, есть и альтернативы, что можно и параллельно это все делать. Ну, ну, и, наконец, очень сложно потратить все средства на ЦФОНД сразу. Для этого тоже понравится некоторое время. А, Галамжан, тенге дешевеет по отношению к доллару, но укрепляется по отношению к рублю. С чем эта динамика связана? Ну, смотрите, здесь все связано с тем, что как ведет себя рубль и как себе ведет тенге, да. И здесь мы видим, что рубль, на самом деле, как мы все понимаем, и, в принципе, с недавних пор курс рубля устанавливается вручную в Центральный банк России. Соответственно, сейчас мы видим такую тенденцию, что в России все больше и больше ослабляют рубль. И это, в принципе, похоже, похожие есть причины, да, но там мы понимаем, что есть огромные оборонные расходы, соответственно, это все нужно финансировать. И ослабление рубля в России, да, сейчас супер выгодно для, потому что у них есть валютная выручка, да, которая так же конвертируется, затем идет бюджет. И у них эта ситуация, там, проблема существенно острее. И просто нужно смотреть здесь. Если рубль слабеет быстрее к доллару, чем тенге, то, соответственно, мы будем в этой динамике, конечно же, укрепляться. Ну вот, причина довольно простая, это вот просто курс. И напоследок еще один традиционный вопрос. В чем советуете хранить сбережения? Понятно? Какие скрипты сейчас, вот, еще раз, мы повторяем, что этот вопрос мы, как эти опытные журналисты, еще Григорию Марченко задавали 25 лет назад, но других вопросов у нас нет. До Нового года какие скрипты наши поведения? Бежать, доллары покупать? Или там, как Григорий Александрович всегда говорил, держать в разных валютах? Что делать? Ну, вообще изначально всегда, конечно, желательно держать в разных активах, валютах. Это как бы клише, да, так скажем. Ну, ну, например, если конкретный вопрос спрашиваете, что делать до Нового года, например, идти ли тебе покупать доллар, да, и там, избавляться от тенге, да. Вопрос всегда стоит в индивидуальных запросах, в индивидуальном плане. Ну, условно говоря, если, например, мне нужно до конца года съездить в отпуск, да, понятно, что тебе понадобится наличная валюта, то в этих условиях у тебя просто не будет выбора, тебе в любом случае придется приобрести какой бы ни был курс. Вот. Но если у тебя есть время, да, нет такой необходимости закупаться долларами США прямо сейчас, да, если у тебя есть какие-то уже сбережения, да, в иностранной валюте, то, конечно же, не стоит бежать со мной в голову и пытаться заработать, да, на этом. Ну, то есть ничего такого, что мы понимаем, что экономика всегда циклична, в том числе курс. Курс у нас, он не фиксированный, он плавающий. Например, мы видели, что первой половине года курс укреплялся. Когда все покупали доллар США, и это было очень хорошее время для покупки. Сейчас обратная ситуация, но это не означает, что курсы не будут слабеть постоянно и без остановок. То есть здесь нужно всегда смотреть на свой индивидуальный план, на свои индивидуальные возможности, на свою необходимость. Поэтому здесь нет такого универсального, так скажем, да, универсальной какой-то формулы для того, чтобы обезопасить себя. Изначально нужно всегда диверсифицироваться. Даже сейчас начинать. Если ты прям хочешь сейчас инвестировать и не знаешь, какие валюты, нужно прямо сейчас потихоньку начать разные классы активов, разные валюты покупать. Неважно, по какому курсу. То есть всегда будут циклы, когда ты сможешь и повыгоднее, и не всегда выгодно купить. Ну, в общем, по чуть-чуть и в равных долях, и без резких телодвижений. Советуйте вы. Абсолютно верно. Все, спасибо. Ну, напомню, что с нами на связи был экономист, автор телеграм-канала. Подпишитесь, дорогие зрители Айрана, на телеграм-канал Тенгеномика, где Галамжан Айтказин рассказывает много всего интересного и доступным таким языком. Мы вот в редакции с интересом читаем всегда. Всего доброго, Галамжан. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин